Значит, в прошлый раз я обещал немножко привести пример какой-нибудь дроши из какой-нибудь текста из этого самого Раби, из Люблина, но из Люблина нельзя говорить, потому что там слишком много всех было. Имейте в виду, понятно, что Азейра из Люблина, провиция из Люблина. Я попробую, если не получится, то вместо этого начну читать просто высказывания уже его ученика Раби, с Симхебунема они попроще, и стиль именно у него попроще, ну вот не по глубине, а стилистически намного проще. Значит, в данном случае я выбрал, ну как обычно я в таких случаях, значит, да. Книга называется «Девреймед», значит, является таким сборником дроши. Возможно, в данном случае я выбрал его комментарий, если хотите, хотя хасидский дроши – это не комментарий, а нечто другое по жанру, и мы сейчас это увидим. К стиху в Псалмах, в 57-м Псалме, «Да пошлет он с небес спасение мне, на позор врагу моему, пошлет Бог милости правду свою». Значит, вот смотрите, когда я на самом деле прекрасно понимаю, что то, что я сейчас делаю, не совсем, не знаю, правильно или неправильно, мне просто хочется выбрать какой-нибудь именно стандарт, вот не лучшее, потому что обычно я выбираю что-нибудь ясное, что легко рассказывать. И много раз, когда меня спрашивают, почему я выбрал тот или иной отрывок, я всегда говорю, что его проще рассказать. Впрочем, в примечаниях как-то несколько раз у меня звучит выбран комментарий, который проще всего изложить, а не тот, который лучше всего объясняет. Некоторые комментарии очень долго объясняют, что имеет в виду автор. Значит, так вот, в данном случае я выбрал именно то, как это выглядит вот в стандарт, о фасистском стандарте. В данном случае, значит, начинается с высказывания, что данный текст требует прокомментировать, чтобы его подоршить. Вот на самом деле звучит это так. Здесь надо сказать, что вот в оригинале текст «Хамикра Хазе Умер Даршейн». Вот давайте и верить немножечко. Этот стих говорит «Прокомментируй меня». Значит, почему вот этот оборот? Что, в чем это означает, что автор текста, того, кто это говорит, считает, что что-то там у него вызывает удивление какое-то построение, какой-то смысл текста, который вызывает непонятно. А именно, пишет дальше, Люблинский Рэбэ, «Элоким раюмиктов берейшен». Слово «Бог» надо писать сначала. Вот теперь на что обращает внимание сам автор Азейра Избухина. Написано «Да пошлет с небес спасенье мне», не сказано «кто». А во второй части стиха «Пошлет Бог милость и правду свою». Вопрос, который он задает, выглядит так. Почему в первой части стиха не сказано, что спасенье пошлет Бог, а сказано безлично, кто должен послать спасенье. А во второй части стоит «кто должен послать милость?» Хаздоба амито. Замечу, он не комментирует те слова, которые ему кажутся очевидны, типа слова «что значит пошлет амито?» Пошлет истину свою. Он этого не комментирует. А пошлет именно почему имя Всевышнего стоит не так. Плюс ко всему второй вопрос, который стоит, вопрос «почему Ешлах Мишамай?» Какая важность, с какого места пошлет? Свыше пошлет, снизу пошлет. Какая разница? И тут он приводит историю довольно любопытную, которая у него обозначена так. Вот теперь вот смотрите, почему я говорю, что если читать хорсетский текст, то надо набить немножко руками. Комментарий с Божьей помощью таков. Про Ильишу Пророка написано «прибей этот народ, и не упоминается имя Всевышнего». А когда попросил об открытии глаз, вспоминается имя Всевышнего. Что имеет в виду Раф из Любви? Значит, история о пророке Ильиша в Датане, где во второй книге «Царство», там рассказ выглядит так. И спустились арамейцы, арамейцы в данном случае жители Арама, войска. Ильиша помолился Господу и сказал, вот теперь обратите внимание на построение, прошу порази этих людей ослепления. И он, Всевышний, поразил их ослеплением по слову Ильиша. Обратите внимание, что молитва об ослеплении не сопровождается обращением к Богу. И когда пришли в Шамрон, Ильиша сказал, Господи, открой глаза их и пусть они видят. И открыл Господь опять, имена уже упоминаются. И они увидели, они посетили Шамрона. Вот эту историю, вот эту тонкость, что Ильиша в рассказе книги «Царей», Ильиша просит открыть глаза, когда просит ослепить имя Всевышнего, не упоминает, а когда просит о извлечении имя Всевышнего употреблять. Эта идея, на самом деле, эта идея будет, вот не знаю, вряд ли Франц Розенцвайк читал эту книгу, просто потому что, ну, совершенно, вот Франц Розенцвайк не похож на человек, который читал хоть одну хасидскую книгу в своей жизни. Значит, хотя Бубер читала, а не друзья. Может быть, что-то читали, может быть, идеи пересказали, Бубер-то как раз читал, а не друзьями были все-таки. Значит, дело в том, что у Франца Розенцвайка в «Кохавга Гаула», в «Звезде освобождения» есть длинный отрывок, он очень многословный, я всегда удивлялся в многословности, краткий смысл которого сводится к следующему, что нельзя молиться Богу о том, чтобы он убил кого-то. Вот можно молиться об извлечении, можно молиться много отчего, но нельзя молиться об убийстве. Причем у него аргумент, у Франца Розенцвайга, аргумент сводится к тому, что так как Бог – источник жизни, то молиться к источнику жизни о том, чтобы жизнь прекратилась, она является внутренней противоречивой, что ты сам себе противоречишь. Ты можешь спросить о спасении, но не должен просить о наказании. Как бы вот так он так формулирует. На самом деле на это же обращается внимание здесь, куда раньше обращается внимание здесь. Вот молитва Ильиши в этом смысле является образцом, где Ильиша просит поразить, но нет имени Всевышнего, а когда просит, наоборот, открыть глаза и излечить это ослепление, то там имя Всевышнего употребляется. И по этому поводу он упоминает следующее. Он упоминает, наш комментатор упоминает следующее, что известный всем Медраж, который, кстати, обычно целиком не приводится, а приводится частично, а именно хотел… Это Медраж Раббан. Хотел Всевышний создать мир, Бомедад, по атрибутам суда, в этой части все знают, но решил, что мир не устоит и соединил суд с милосердием. И сказал, и даже так устоит. А вот это Медраж делал то, что его приводит не целиком, этот Медраж, и вот если вы выйдете на улицу и поговорите с людьми, то вы выясните, что его всегда знают в нескольку резаном виде. В нем нет части хотел Всевышний устроить весь мир бомедатрахами. Там начинается вот этот Медраж, этот Медраж Раббан, и звучит он куда более суровым образом. Все-таки всегда учитывайте, что наши мудрецы мыслили достаточно четко и произносили вещи открытым текстом. Ну, иногда завуалированно, иногда говорили открытым. А в данном случае история выглядит так. «Так сказал Всевышний, если сотворю мир бомедатрахами, на чистом милосердии, то будет великое множество грешников. А если создам мир через атрибут суда, то как же мир сможет устоять? Ну вот я создаю мир по мере суда и по мере милосердия, и дай Бог, чтобы устоял». Ну, «галвай», я не знаю, как на русский перевести, «галвай» – это принято переводить, дай Бог, но хотя в данном контексте это странновато звучит. Но обратите внимание, что Медраж, он куда более ценный, чем, ну, в смысле, у воззрителя, потому что обычно говорят, как бы, что мир не может устоять на суде. Медраж в оригинале куда более содержательный. Он говорит, что мир не может устоять и на милосердии. Вот эту часть Медража почему-то принято пропускать. Совершенно прасно. Говорит про то, что если в мире будет сплошное милосердие, то что делать со злодением? И на самом деле это соответствует такому довольно известному высказанию мудрецов по поводу того, что милосердный к жестоким в конце концов будет жесток милосердие. Это известное высказывание Талмуда по поводу того, что суровость на самом деле к преступникам является очень часто милосердным к остальным людям. Я прекрасно понимаю, что здесь вопрос меры, но тем не менее вот эту сторону рассуждения Хазаль, наших мудрецов, надо иметь в виду. Теперь по этому поводу вернемся к нашей теме. Итак, мы разбираем стих «Пошлет с небес спасение мне, пошлет Бог милости правду свою». Но вот теперь «Пошлет небес спасение против врагов», мы прекрасно понимаем, что в этом случае, вот при такой вот постановке вопроса, о которой говорит вот в данном случае Хасидской постановке вопроса, выглядит так, что спасение мне – это медадин, это жестокость. И тогда понятно, почему при ней нет имени Всевышнего. При этом, вторая вещь, то, что опять-таки Люблинский прозорливец знает, что «мешамаем с небес» в такого рода сорт текстов это милосердие. Ну вот терминологии, принятых у Хасида, у Хасидов, на самом деле каббалистической терминологии, когда говорят «Пошлет с небес», что «с небес» это милосердие. По этому поводу в этом случае, так как просьба о спасении – это просьба о некоторой жестокости, то при этом ее просят послать-таки с небес, то есть через врата милая жестокость, через врата милосердия. по этому поводу вторая вещь, что вообще тут надо знать одну вещь, что Хасдо, ну вот это в каббалистических книгах, дело в том, что гематрии, которые сегодня столь популярны, что вот есть замечательные сайты в интернете, где тебе могут по числу дать несколько стихов с нужными гематриями, или слов с нужными гематриями. Когда-то гематрии на самом деле можно найти только было у каббалистов. Нормальные люди, ну в них так на першах и не есть, а вообще гематриями пользовались каббалисты. И, например, вот всем известный комментатор Бальга Туриим, это где сплошные гематрии практически, Бальга Туриим, тут надо заметить, это галахист, но он каббалист, например. И гематрии, которые вы там находите, в том варианте, который принят публиковать, это кто-то их наковырял из его длинного комментариев. На самом деле у него длину пометает. А это навыковыренные красивые вещи, гематрии, пользование буквами, вот такого рода все вещи. Кто-то навыковыривал изюминки из булочки, булочку убрал подальше, а изюминки предложил к столу. Поэтому это краткий Бальга Туриим, который публикуется, это краткий вариант. Длинный, он длинный, он длинный пишет на самом деле. Вот, но на самом деле красивая вещь. Так вот, гематрия, слово хэсэд имеет гематрию слово мазла. Мазла – это судьба, звезда, но вот мазльтов – это в счастливый час, на самом деле, если вам нужно точный перевод, но который, вот, поздравляю, мазльтов – это в счастливый час, это когда звезды стоят хорошо. это мазль. Так вот, мазла, гематрия – это хаздо. А при этом, вот, опять-таки, известное, опять-таки, высказание Талмуда, бнай хай у мазоны, дети, жизнь, здоровье, продолжительность жизни, и пропитание зависит от мазали, зависит от какой звездой родился. Так вот, это и есть хэссет. По этому поводу эта просьба суд употребить к благу, чтобы, вот, словами ученика его, чтобы благо было послано через благо. Я, давайте, вариацию на тему, вариация на тему, как то же самое, краткое содержание, что когда просят, значит, от Бога приходит, надо верить в том, что от Бога исходит только благо, а когда приходит несчастье, то там тоже конечная цель блага. Так вот, когда мы молимся, мы молимся о том, что нам благо нам приходило через благо, а не через горести, которые тоже в конце приведут к благу. Вот такая идея. Но на самом деле, вот зачем читаю? На самом деле, здесь кончается комментарий. Зачем читаю? Вот смотрите, то, что имя Всевышнего, вот ссылка на Ильич является весьма ценной, и вообще четкое фиксирование, о чем можно молиться, обращаясь к Богу, а о чем не следует, можно выразить желание, но молитва, но не в форме молитвы. О беде для другого не молится. Правило, которое здесь устанавливается. И вторая вещь, что которая здесь есть, что милосердие, когда просят о суде надо помнить, что суд вещь, и это суровый приговор свыше, что он нужен для спасения приличных людей. Вот это вторая вещь. Обратите внимание, высказано это довольно сложно, и у хасидов всегда это так. Это всегда через цепочку. Вот ссылка на бедраж, ссылка на гематрию, ссылка на судьбу, ссылка на неправильный порядок слов в стихе. Вот это обычный стиль настоящего хасидского текста. Именно поэтому в большинстве случаев перевод хасидских книг на какой бы то ни было язык, она редко бывает удачной. Я знаю очень мало примеров удачных переводов хасидских книг. Просто мало. Они есть, но их мало. ну вот это образец. По этому поводу, так как это слишком все это был перебор, то я хочу просто зачитать уже стиль другого человека, который несравненно лучше общался с людьми и его любили. Он действительно был окружен огромным количеством людей. по этому поводу я не могу не начать. Он при этом это слепой раби Симхабуни. Кстати, если предыдущий был провидец, то этот наоборот слепый. Он рано довольно ослеп, но оставался во главе хасидов. Это одно другому не мешало. Он стиль у него совершенно другой, всегда очень едкий. Человек едкий, ехидный, мы понимаем, откуда потом будут расти ноги у Коцкар, Рабин Мехамед из Коцка, который еще больше отверчался вредностью. И, по-моему, все вредные и парадоксальные высказания принято приписывать Рабин Менахам Мендово Искотска. Значит, Медраж, известный Медраж, который рассказывает, что Всевышний Благословен, он показал первому человеку Дор Водоршав, Дор Дор Умэнгига. Значит, показал ему будущее поколение, каждое поколение показал его нужды, и о каждом поколении показал его руководитель. И почему, спрашивает Раби Симхабуми, в этом Медраже сказано, что вначале показал поколение, и что поколение ищет, а только потом показал глав поколения. если отвечает Раб Симхабуми, вначале показал руководителей, то первый человек бы сказал, разве Симхабуми, слепой Симхабуми, годится быть главой целого хасидского движения, поэтому Всевышний Благословен, он показал в начале поколения, а только показал, кто стоит в голове у него, что поколение такое, что даже Симхабуми годится быть его главой. Ну, вот это стиль. То есть, сказать, человек был довольно ехид. Но при этом другой известный совершенно Медраж, который, ну, вот, давайте образец, за что его любят. Другой Медраж, кстати, его любят за то, что не сказано, больше, чем за то, что сказано. Медраж говорит, что когда говорится, что выиграешь Эдха Адам и изгнал человека из райского сада, то Медраж говорит, учат, что дал ему Всевышний разводное письмо гараж, как герушин, что дал ему развод. И дальше говорится следующее. Подобно ему, как женщина, после развода остается женщиной, так и Адам, после того, как его изгнали из райского сада, все равно остался Эдха Адама. Вот, смотрите, на этом он кончает. Вот теперь вот этот стиль, вот стиль Харсидского Ворта, внимание, что он как бы дальше сами думайте, что вы собираетесь с этим делать. Обычно это стиль, который, ну, как бы медитация для понимания. То, что человек вызван из райского сада, это тот же человек, который был в райском саду, это, по-моему, неожиданный комментарий, неожиданное высказывание и неожиданная мысль. И, по-моему, лишние любые попытки как-то это разъяснить, по-моему, будут только мешать, потому что это каждый должен понимать в меру своего понимания. Давайте дальше. Образцы, я понимаю, что их обычно лучше давать по одному и вставлять туда-сюда, но мне нужно, я в данном случае подбираю образцы. Значит, Медрэш говорит, что Авраам называется горой, Ицхак называется полем, а Яков называется домом. Имеется в виду, конечно, Авраам, Хар, это Гарга-Мария, Гора, Фрамовая гора, будущее, Ицхак и вышел, Ицхак в поле, Ицх человек в поле, это традиция, и Яков, дом Якова, это стандарт. По этому поводу. Вот теперь, вот теперь, авраам, авраам, мувкар, был, для всех, как гора, которая нечаянна. Ицхак, поле, у него, поле много может ходить, но у него есть хозяин, а Яков, называется домом для Всевышнего, это полное приватное владение, частное владение. Вот речь идет о отношениях с Богом. Для всех, для избранных, только для меня. Вот опять, Раби Синха Бунин вообще очень много, я дальше приведу еще, на самом деле у него раз за разом, при том, что это хасидизм польский, довольно легкий, в смысле, довольно светлый, у него, и мы увидим, регулярно проявляется тема, каждый человек, он сам по себе. и отношения с Богом в конце концов, мы, конечно, объединяемся, и надо жить вместе, это необходимо, это необходимо для религиозной жизни, это необходимо для нравственной жизни, это необходимо для понимания себя в мире, но человек очень одинаковый. И отношения с Богом как в доме, это не в поле, не в чисто поле, тогда в рамках игр, это одна из тем, которые есть у него. Любимый высказан, который меня потрясло до глубины души, я помню, вот в юном совершенно возрасте, в книге притч сказано, как в воде лицо к лицу, так сердце человека к ближнему своему. Имеется в виду, понятно, что как в воде, вот теперь, как это надо понимать, это стоит думать, потому что тогда, как поговорка в книге притч, это просто феноменально, потому что имеется в виду, как в воде отражается лицо человека, к эмайм, помимо, помимо, как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. В сердце ближнего мы видим свое отражение, там весьма нетривиальное суждение, которое, ну, можно понимать, как хотите, но в данном случае я прошу просто обратить внимание на серобе Синхубунина. Как вода написана, а не как зеркало, потому что тот же образ куда более удобный, как в зеркале лицо к лицу, так в сердце человека к ближнему своему. Почему же написана вода? Потому что в зеркале можно увидеть лицо издалека, но в воде человек не увидит своего отражения, разве что он наклонится и приблизится к воде, точно так же к сердцам. Для меня это ах, было в свое время, вот это и это хорошо, но вот надо понимать, что высказывание это раби Синхубунина. Значит, дичу одно высказывание, оно расхоже, его довольно часто упоминают, его приписывают разным людям, но дело в том, что первый источник, где известно, что это напечатано, было это сборник Коль, как это называется, голос, почти все книги и раби Синхубунина, им обозначены голоса, это не его книги, это книги учеников, собранные на сказке. Значит, но я это слышал от разных имен, но напечатанным виде, по-моему, все-таки первое, это от его имени. Трем вещам следует научиться у вора. Первое, раф – существо неленивое, и он идет воровать ночью, во тьме, в ужасе, но идет на работу каждую ночь. Второе, если вор находит запертую дверь, он не уходит, а пытается все равно пройти. И третья вещь, которой надо учиться, вор не пренебрегает даже самой ничтожной вещью, а тягет к себе и забирает. Этими тремя свойствами следует пользоваться в службе Всевышнему. Раф, сухо Буду. Значит, но я не знаю, пригодил ли это высказывание, но в любом случае каждый человек должен приготовить себе два прохода. Один проход, чтобы выйти из этого мира, а второй проход, чтобы войти в мир грядущий. по-моему, убийственно вот это развлечение и две подготовки, хотя вроде бы проход из этого мира и проход в мир грядущий, это один проход, он говорит два. Думайте, я не могу не протестировать, я уже говорил, человек ехидный, довольно-таки. Один человек в Йом-Кипур молился перед публикой за всех собрашек, и он так много рыдал, что почти не видел, что написано в Макзоре, в молитвеннике. Сказал ему Рафбун, слезы прекрасны для человека, который молится в сердце своем, но тот, кто молится по молитвеннику перед публикой, должен иметь ясные, чистые глаза. Спасибо. Вот такие наставления практичные, ясные и, я бы сказал, неожиданные на самом деле. Как бы от Раби ждешь немножко другого. Значит, еще один образец. Гошем благословен, он сказал Аврааму, если найду в доме 50 праведников внутри города, то я пожалею весь город ради них. Писание дает уточнее. Бе-то-хо-ир найду 50 праведников внутри города, а именно не тех, которые сидят в бейс-митражах, учатся и заплаты, а праведники внутри города, которые живут вместе с остальными людьми и занимаются тем, чем занимаются нормальные люди в этом мире. и вот здесь они ведут себя как праведники. Вот такие 50 праведников спасут город. То есть не 50 отшельников, а 50 практичных людей. Смотрите, опять, собственно, я там, в общем, считаю, что где-то Раксин Кабунем это душа хасидизма, который вот говорит именно про то, что такое хасиды и каковыми они должны быть. Вот я говорил про одиночество, да, иногда мне кажется, как будто каждый человек является одиноким деревом в пустыне. Единственный сын у Творца мира и у самого Творца в мире есть только один человек. Как он один, так и человек один. Вот замечу опять, он не столь безусловно о одиночестве в мире говорят с тех пор, как Рубейнов Бахи и Бенпакуда написал Суббот Суббот с тех пор говорят об одиночестве человека в мире. Оно у хасидов есть, у бракславских, особенно у бракславских. вот, но при этом как бы, что этот человек при этом как Всевышний один, так и этот человек один. И вот это ощущение, я не просто один в мире, а я один с Богом, и у нас здесь, знаете ли, он верит в меня, я верю в него. где-то вот это ощущение. Мы живем, веря друг в друга. Это вот по поводу, что такое хасидизм, вот Раф Симхабулем является где-то для меня это образец хасидизма, именно вот его поучения вот такие являются где-то моим представлением о хасидизме и причем во многих отношениях более глубокими, чем длинные чьи-то толкования. Хотя, безусловно, там есть страшнейшая идея, если зачитывать даже Цивало-Трибаш книгу основателя хасидизма там по-другому это изложено, хотя там феноменальные по красоте есть вещи и там хасидизм собственно изложено доктринально и очень хорошо. Гошем благословен он ненавидит подражание Неймар а ты не так дал тебе Гошем твой Бог а именно не делай своих дел через Кен Локен через подражание по рецептам готовым каждый раз ты должен все делать сначала вот подражание другому оно у Синхи Бумин это очень сильная такая линия есть что дать рецепт как как себя вести знаете у него есть высказывание которое в свое время опять тут нужен идущий или иврит какой-нибудь но краткое содержание как-то к нему приехал хасид и Раф Синхи Бумин сказал зачем ты сюда приехал если для того чтобы я тебя научил как быть хорошим евреем то можно попробовать а если для того чтобы я тебя научил как стать хорошим евреем то напрасно ты сюда пришел этому научить не могу как стать как быть да как стать нет вот ну да я хочу здесь чуть-чуть вернуться к прошлому начиная с Зейра излюблена вот этот хасидизм дворов где жизнь хасида прилипленность к цадику как бы Араб Синхи Бумин он вот этот и то что пойдет от него это именно вот этот хасидизм через хацадика тем не менее некоторая попытка уговорить людей быть самостоятельными это как раз он здесь довольно много чем занимается на эту тему ну давайте я сегодня чуть-чуть раньше кончу значит все знают что разврат это грех ни один человек не скажет разврате что это митцва но ложь которая которая является одной из самых страшных преступлений очень часто мы слышим что это шельмейцы что это для доброго дела вот смотрите это 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 он обычно вообще я еще раз говорю обычно равы сегодня редко вспоминают почему-то потому что такого сорта высказания чаще ищут в у кодскера у раба монаха Мэндова из Кодска который конечно же таких высказаний намного больше и опять вот у кодскера нету книг есть серия высказаний сборники и один из самых знаменитых это Шульмейзи и название потрясающее нет ничего более целого чем разбитое сердце это Кодскер это высказание Кодскер значит но обычно обращаются к ним не буду не буду Кодскера потому что длинные разговоры что с этим делать и нужен ли отдельно по-моему Кодскера надо читать он я не знаю переведены ли некоторые высказания Кодскера точно переведены на русский он он легок для перевода и ну 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 но Кодскера нельзя не любить и любой человек который хорошо относится к парадоксальным высказываниям его любят ну давайте что-нибудь Геттэ считает ценным альтигнов не кради да тут надо знать что в иврите есть оборот гневодат это не просто обман это это попытка представить вещи не таковыми какие они есть человек может не врать но при этом лигнов да красть представление ну например изображать из себя от праведника или наоборот изображать из себя ну вот такие вещи так вот не кради вещи у Кодскера альтигнов да не кради не обманывай других альтигнов да не обманывай себя это Кодскер это уже не Раби Симхабул кстати обратно внимание не похоже и не похоже Кодскер и Пшискер не похожи друг на друга они разные у них мышление разное я бы сказал что Пшискер мягче и лучше подходят для простых людей вроде меня не Шестер как-то ближе на моих отношениях но вот и ехидство и понимание людей и суждения его как бы ну вот как бы они ближе к простым людям и я в общем всячески рекомендую человека ну вот где-то так на сегодня да можно вопрос вот на прошлом уроке вы так подробно объясняли что есть обычный цадик с двором да при этом самые известные такие как брасловские рэби хаббатские рэби они были вовсе не такими вот если можно как-то подытожить в чем вот именно отличие в плане там отношений хасида и цадика вот хаббат и браслов ну как самые известные да и вот обычные остальные все смотрите вот как раз хаббат проще всего говорит про хаббат отношения с цадиком как бы в старых поколениях хаббата не было принято вот вот этот квитал что все мое благо в этом мире все мои несчастья идут через цадика то есть вот в этом польском хасидизме цадик как бы оказывается посредником между небесами земры хаббат в хаббат цадик это наставник он не посредник между небесами и хасидом а наставник хасида рабе надо слушаться потому что он лучше знает обратить внимание между разница рабе надо слушаться потому что тогда всякие блага будут неспосланы через него тебе и рабе надо слушаться потому что он лучше знает тебя и как это пройдет вот это хаббат вот эта разница между хаббатом и польским хасидизмом то есть вот эти квитлы они таки пришли в хаббат совсем недавно получается довольно недавно вот если вы прочтете бейт рабе такая была книжка есть тут проблема это проблема моя вот я честно вам говорю это моя проблема дело в том что я слишком близко знаком с хаббатом предыдущего рэбби не последнего рэбби а предыдущего рэбби я знаком мое знакомство с хаббатом началось с хаббата вот того поколения и я слишком хорошо вижу разницу между двумя поколениями это другой хаббат другой хасидизм вообще это не то что новый хуже боже упаси я этого не говорю он другой именно он отличается изменения в хаббат ну вот то что сами хаббатники говорят в данном случае поймите я не пытаюсь какую-то критику навести на например обучение нигуна он новый нигун хаббати вещи и непринятая форма и пение хаббатская это вещь новая в этом предыдущих поколениях хаббат не пел еще раз хаббат очень не как бы это сказать хаббат не имеет литературного вкуса в том смысле что литературные изыски для хаббата не характерны для хаббата не характерны ворд вот это вот то что я сейчас приводил цитатник из Раби Симхи Бунема уметь коротко сказать и сказать красиво так чтобы запомнилось это ну вот обратите внимание есть поколение где есть люди которые это умеют вот мы видим совершеннейшее мастерство афористичного высказывания вот хасидский ворд это возвращение вот к этой форме вдруг неожиданно в 19 веке вдруг возврат к перке а вот вот это умение коротко и красиво сказать это некий возврат который который надолго забыл это эта форма надолго была забыта потом приходят хасиды и вдруг я живу в 19 веке именно где-то с Симхи Бунема это проявляется но это уже убэ что есть вот то что называется коронная жемчужина хасидизма там где сердце человека там он весь это бэшт это сам раби срэльбал шинтов во-первых это блестяще во-вторых это глубоко вот но вот это возвращение которое идет в основном польском хасидизме но у братцев тоже есть подобные цитатки хотя понятно что весь наш мир тонкий мост и главное не бояться я хочу заметить весь наш мир тонкий мост это из стихотворения Бенедеште известный еврейский поэт и автор весь мир это шаткий мостик а время стремительный стервятник который все пожирает именно стервятник слово именно это потреблено поэтому вроде бы весь мир тонкий мост это не братцевские раби это за много веков до него было сказано но у братцев есть дополнение но главное не бояться вот это дополнение которого нет у Бенедеште у Бенедеште извините у него этого нет этого дополнения вот Хаббат никогда этого не умел или не хотел вот я не собираюсь обсуждать и скажем вот цитатник десяти высказываний раби Менахмеда Шнерсона это слезы это это не афоризма вот это это не характерно это просто не та школа это школа где форма афоризма не принято было просто как форма не было принято эта форма требует ну я не знаю я не знаю как люди умудряются говорить афоризм я не представляю что это за талант в таком раз значит но при этом вот если в Хабаде это наставничество и то в польском хасидизме это по-другому немножечко далее у некоторых дворов хасидских польских есть некий специфический фунт данного двора скажем вот например в польском хасидизме миква это чуть ли не самое святое место общения скажем польские дворы и до нашего времени там микву каждый день сходить это в общем вполне норма мужская я хочу заметить что например в Литве мужчина мог ни разу в жизни не ходить в микву и там в некоторых общинах там вот тяжелые скандалы с хасидами были которые требовали чтобы им открыли микву она была только женская и это как бы были тяжелые скандалы на эту тему и хасидские требования к мужской миквы были очень такие ну скажем в Литве это было очень неприятно скажем далее значит теперь Браслов отдельная тема с Браслов нам трудно сегодня судить о Браслове вот почему мы настолько привыкли что Браслов это хасидизм без Ребе да причем это сформировалось вот когда наследник Раби Нахвана из Браслова Раби Натан Штерн Гартс его на иврит принято его эту фамилию почему-то принято переводить на иврите Кухав Лев ну Штерн звезда Гартс сердце на иврит он он за себя не объявил Раби хотя это секретарь Раби Нахвана он был тем человеком который вез второй часть Ликутэй Махаран в базилке издателя он оформлял вторую часть Ликутэй Махаран он оформил несколько книг Раби и он написал вот такую многотомную вот такую полку Ликутэй Голохот где хаситские всевозможные рассуждения Братславские абсолютно к всевозможной Дольку Шерханаруху составлен хаситский комментарий к Шерханаруху сейчас на одном из лучших сайтов нет я это не видел я смотрите он очень многословный в некоторых случаях его мыслями стоит пользоваться но надо учитывать что их надо хорошо взять ножницы и когда их приводить обрезать все повторения дело потому что Братславский стиль он безумное количество повторений всегда где одна и та же фраза возвращается друг к себе это стиль Рабинахмана уже был это многократное повторение читать современному читателю очень тяжело нет наверное Братславскому если бы я был настоящим Братславским я бы читал это с удовольствием а так мне хочется всегда вооружиться ножницами и да знаете есть несколько фильмов к которым я хорошо отношусь но так хочется взять ножницы и покоцать их это уже привести человеческий вид значит Братславский стиль вот он такой очень специфический мы привыкли к тому что Братслав это хасидизм без Рэбэ но мы сейчас посмотрим сейчас у нас будет Хаббат без Рэбэ сейчас посмотрим во что это выйдет у нас Хаббат явно становится хасидизмом без Рэбэ и очень интересно посмотреть во что это выйдет еще один хасидизм без Рэбэ у нас их будет два ну то есть как бы что значит без Рэбэ только не говорите хасида потому что Братславский хасиды говорят как без Рэбэ у нас есть Раби Нахман, а Хабани говорит, как без Рыбы, у нас есть Раби Нахмедович Нарсобе. О чем? Как это без Рыбы? Мы с Рыбы. Но Брасовский тоже с Рыбы. Брасовским он как-то утащили из Украины кресло Рыбы по частям. Разобрали, а потом в Израиле собрали для Рыбы кресло. Как же? Наш Рыбы останется... Наш Рыбы — это в 20-м веке. Наш Рыбы без кресла. Кресло для Рыбы вот оно. Как-то у нас нет Рыбы. Кресло у него стоит. Но при этом, если вы читали Ликутай Махаран, главную книгу Брасовского Рыбы, то вы обратите внимание, что у него как раз теория цадика она именно такая, как у польских. Она у него есть. Другой разговор... Дело в том, что из Майс про него я не вижу польского стиля из рассказов про него. Но вы учитывайте, он рано умер. Что было бы, когда он взватерел, он рано умер, и последние несколько лет жизни он был в специфическом состоянии. Скажем, вот его... Ликутай Мааси Йо, вот его книжка сказок, да? Она, это последние годы уже жизни. Он изменился. При этом, вот, например, мне всегда было интересно... В Ликутай Мааси Йо в коротких сказках есть одна сказка из Тысячи одной ночи. И, как это ни странно, у Раби Синхи Буны Ма, я тоже нашел одну из сказок из Тысячи одной ночи. Мне просто очень интересно, где они их подцепили. Тысяча одну ночь была переведена на французский в 1700... Не помню. То ли 30 каком-то, то ли 60 каком-то году. Причем, еще большой вопрос, переведена или... То есть, частично переведена, частично сочинена, судя по всему. В некоторых сказках Тысячи одной ночи европейских не существует в арабском оригинале. Но вопрос, как она в хасидский мир попала, эта сказка. Скажем, знаменитая сказка о кладе в Вене под мостом, да, это сказка Ищи одной ночи. Ровно она. Если хотите, можете поискать, вы ее там найдете. Это бродячий сюжет. Это вторая сказка. Сказка о зеркальном дворце. По-моему, в Тысячи одной ночи ее нет, но она есть в сказках попугая. Вот когда были переведены сказки попугая, я вообще не знаю. Сказки попугая это индийский сборник. Частично вошедшие в Тысячу и одну ночь, но дело в том, что сказки попугая находятся под влиянием Китая. И сказка о зеркальных стенах, она китайского, конечно же, происхождения. Ну, хорошо видно по ней. Другой разговор, что у Братсловского Рэбе сказка о зеркальных стенах, она потрясающе работает. Я не знаю, я думаю, что все знают сказку о зеркальных стенах. Да? Давайте, я в следующий раз расскажу вам короткие сказки. Это в части коротких сказок. Я расскажу несколько коротких сказок и расскажу, что с ними делаются. С сказками. Давайте, вот, Братсловский Рэбе Ликутай Масси Йод. Значит, сказка о семи нищих. Я не буду рассказать, она длинная, и там нужно много комментариев, и сказку о семи нищих, по-моему, прокомментировал, кто только не прокомментировал, на первые комментарии Рава Адина, Штейнзайпца вообще. А сказки, вот, более короткие, которые попроще, давайте я в следующий раз отложу, я запомню, что я там собирался рассказать о Братсловских сказках, вот это Братсловского Рэбе, о коротких сказках, и продемонстрирует, как они связаны с более серьезными вещами. Попробую в учении Рабина Хмана в Ликутай Махаран, благо у нас есть Раф Штернгардс, который это демонстрирует в Ликутай Халахоте. И покажу, потому что сказки, но я считаю, что там сказка о зеркальном дворце, она очень ценна и очень важна. Давайте в следующий раз я вот ей займусь этой сказкой, она действительно стоит того, чтобы ее почитать и понять, как устроена голова того, кто ее рассказывает. Хасида, только вот не китайцы, которые ее рассказывают, которые рассказывают как анекдота Хасида. Давайте на следующий раз отложим просто уже. Супер, спасибо. Ждем сказки в следующий раз. Ладно. Окей, тогда мы на этом заканчиваем. Я пассивно был с вами. Пассивно был с вами, это хорошо. Спасибо. Молчал вообще. Я очень люблю, воборот, потенциальные способности, способности которых даже нет их. Надо еще способность развивать, а потом развивать то, что возникнет. Потенциальная способность, даже в способностях. У меня есть потенциальные способности художника, но мне придется их кому-то создать, потому что рисовать я не уверен словом вообще. Ну, какие твои годы? Окей. Ну, хорошо. Всем счастливо. Шабад шалом. Этого никто пока не отменял. Спасибо. Шабад шалом. Шабад шалом. Пока-пока. Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok